Вот так, под звуки жизнерадостной еврейской мелодии, в исполнении ансамбля Альта Захан, в русскоязычной общине Аждода Маханаэм Эждавид проходила церемония завершения написания свитка Тары и внесения свитка Тары в синагогу. В нашей общине сегодня очень радостный день. Это, знаете, как день рождения, потому что когда в русскоговорящее общение у людей, которые в основном приехали в Валию 90-х и имели возможность начинать возрождать свой, как говорится на иврите, бейт-аба, свой отчий дом, свои корни, вспоминать, которых мы были лишены. И в каждом отчим доме всегда центральное место занимали книги Тары, сама Тора. Сегодня, после 11 лет нашей деятельности, у нас сегодня действительно день рождения, потому что в наши сердца и в нашу общину физически и духовно входит Сефер Тора. Мы этого ждали очень долго, мы об этом молились, мы этому радовались. И когда в 2000 году русскоговорящие израильтяне, которые почувствовали, что нельзя приехать в Израиль, в Эр-Исраэль, без того, чтобы духовно вернуться в Эр-Исраэль, организовались люди, которые начали возвращаться к своим корням, искать свою еврейскую душу, ответить ей на вопросы, которые были очень много лет. Наступает важный момент. Софер Шмуэль Вольфман, переписчик священных текстов, должен в соответствии с традицией завершить свиток, но прежде он дал небольшие пояснения. Светок Торы состоит из шкур кошерных животных, которые связываются, сшиваются, склеиваются, и получается длинная лента, которая проходит проверки, многократные проверки, проверки компьютерные, проверки людские, и, в конце концов, этот свиток должен быть кошерный на сто процентов. Вот они, эти недописанные буквы, их несколько десятков. И по поручению общины, достав необходимые инструменты, Софер Шмуэль Вольфман завершает свой двухлетний труд. Конечно, всем хотелось посмотреть на эту редкостную филигранную работу, ведь именно так трудились еврейские песцы и сто, и двести, и тысячу, и две тысячи лет назад, во все времена и во всех странах. И поэтому все подходили к столу, ведь многие видели это впервые в жизни. Никто не толкался, не мешал друг друга, потому что устроители церемонии заранее разбили всех на небольшие группы. Музыкой и аплодисментами члены общины Маханаем Эш-Давид приветствовали Игоря Фишмана, который пожертвовал средства на создание свитка Тары. Свиток Тары выносят на улице Эш-Дода. Такое народное шествие – еще одна традиция этого дня. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас мы продолжим церемонию, мы откроем арона-кодыш, достанем сепертура и первый раз, во-первых, произносим благословение Шейх-Яну. Я думаю, что мы все чувствуем, что именно этот момент, чтобы сказать это благословение Шейх-Яну, Викиману, Викиману, Размана, Зэль. И затем мы первый раз будем читать из этого нового свитка Тары какие-то последние предложения из книги Деварин. И после этого Тора уже вернется, после ее чтения вернется на свое место. Отдернут бархатный занавес Парохет, Расшитый золотом, Из арон-кодыш извлекают свиток Тары, И опытный Хазан начинает первое чтение. Итак, здесь есть свиток Тары, а это значит, что община Маханаем Эш-Давид это полноценная община. Это нефа открыта в наших молитвах, и мы спросили про это благословение, и дай бог, что в эти благословения и молитвах помогли всем больным. Церемония завершена, и наступает время концерта. Вот что сказал один из организаторов этого события. Проект возрождения еврейской общинной жизни среди русскоязычных израильтян начался полтора года назад в организации Маханаем. Сама организация уже имеет такую общину в городе Малиадумим, которая родилась еще при приезде группы активистов от организации Маханаем, которые работали в Москве. Но таких феноменов нет, к сожалению, в Израиле. Русскоязычных общин, которые ведут образ жизни, как вели общины 100-200 лет назад по всему еврейскому миру. В своем прошлом я работал как посланник в разных общинах мира. Южная Америка, Северная Америка, Западная и Восточная Европа. И видел, как живут евреи именно этим общинным образом. Пусть они будут религиозные или нерелигиозные, соблюдающие традиции или ультра-ортодоксальные. И такой общинный образ жизни очень популярен среди евреев. И, собственно, благодаря ему еврейский народ и просуществовал в течение тысяч лет. На сегодняшний день мы планируем развивать такие общины, общие общины для всех, для светских и для религиозных, и для тех, которые соблюдают традиции русскоязычных евреев по всему Израилю, как мы уже начали в городе Малиадумим, в городе Кармель и здесь, в городе Аждон. Наша цель, чтобы эти общины были именно тем теплым очагом, теплым местом для новых репатриантов и старых репатриантов, и уже в Атикин, чтобы эти общины были местом, в которых каждый может найти свою нишу. Пусть это будут кружки для детей, пусть это будут уроки для взрослых, пусть это будет бейк-мидраж, пусть это будет курс подготовки к армии и так далее и тому подобное. Но мы все будем встречаться на еврейских праздниках, на праздниках государства Израиль и на семейных весельях. И не дай Бог, если кому-то понадобится поддержка в тяжелый час, и для этого тоже существуют наши общины. Но также эти общины будут местом обучения, где мы будем вместе учиться, кто мы, что мы, кем мы являемся, зачем мы здесь, почему мы живем в этом месте и для чего мы остаемся в этом месте. Проект возрождения еврейской общинной жизни среди русскоязычных евреев начался при поддержке филантропа из Англии господина Сирила Стайн благословенной памяти. На сегодняшний день поддерживают этот проект и Министерство абсорбции, и разные филантропические фонды, и другие филантропы и меценаты.